Намасте, друзья. Меня слышно? Прием, прием, как слышно меня? Так, ну, я надеюсь, меня слышно. Вы мне можете сказать, все работает, а то этот новый девайс, я пока с ним не разобрался, просто скажите «да», «нет», мы начинаем. Дорогие друзья, мне нужна от вас обратную связь. Класс, все, поехали. Итак, перед тем, как мы начнем, я хотел сказать, что находясь в Майсори, это был 2019 год. Ну и вообще, как бы находясь в Майсори, с одной стороны, время летит быстро, месяц пролетает, два пролетают мгновенно. А с другой стороны, происходит достаточно много событий, которые надо успеть переварить, осмыслить, проверить, диагностировать, ну и вложить все по полочкам. Для этого у каждого свои, я выбираю какие-то места, где можно помедитировать, посидеть спокойно, что-то записать, свои мысли какие-то. Но не всегда есть время их озвучить, потому что такой режим интенсивный. информации получается много, а не всегда готов их оформить и озвучить. Поэтому информация, да, она пришла, но ее, к сожалению, нет возможности озвучить, да, и вот наши диалоги, да, наши конференции после субботнего класса, они все-таки скрывают этот класс информации, вот вчерашний, да, к примеру. Вот у меня была одна какая-то идея подать информацию сегодня, да, но после вчерашней беседы, вот такое воспоминание, я решил все-таки ту тему, которую я вчера предложил оставить, да, и все-таки продолжить вчерашнюю поднятую тему, да, как технология, ну, вообще метода астанга йоги, да, то есть в таком как бы глобальном ее подходе к этому методу, чтобы у нас чуть-чуть сместилась, так сказать, планка, да, сместилась, что это значит? Это значит, что просто мы какие-то акценты ставим конкретно не на сам, как некоторые его называют, стиль, еще один стиль йоги, а этот как метод, да, то есть в большем его понимании, вот, и в связи с этим как бы есть такая интересная подача информации, да, как развод, как именно метода, и самое интересное тем, да, тем, что как бы с научной точки зрения. Вот, окей. Итак, надо разобраться, да, чем эта практика, этот метод вообще может быть интересен, да, что в нем такого, вот, и, как я уже сказал, да, что эта практика, она имеет научный подход, да, потому что, если наука, это значит, есть такая-то технология, да, которая позволяет от одного прийти к другому, да, то есть, собственно, Патанжели Йога Сутра, она об этом вам сразу говорит, да, да, к чему вы должны прийти, да, и если я посчитал, да, то там один-два, да, это Йога Читта в ритте Ниротхага, да, то есть наш ум, он должен перестать колебаться, и тогда мы можем познакомиться с самим собой, да, особенно, ну, собственно, вторая, третья уже с утра говорит, да, Здраста Сварупа Лосханам, да, то есть тогда практикующий, тогда садха, когда он начинает видеть, он открывается, вот, собственно, да, и дальше, ну, как бы, Патанжели разбирает, как это работает, да, там, в этой, в этом писании, которые предлагают Патанжели, никаких, нет, никаких богов, да, там, писцы дают технику, да, то есть вы делаете эту технику, да, технологию вам дают, да, и вы получаете результат, вот, то есть есть опыт, есть способ, да, получения результата, это через опыт, да, собственно, это и есть юридический процесс, то есть, и как же реально чего-то добиться, да, чтобы что-то получилось, тут надо определиться, да, термины для того, чтобы стало реально с нашими, ну, как бы, с нашими связь была органами сознания, да, не с нашими органами чувств, как некоторые говорят, да, а то, что реально для нашего сознания, а это и есть чисто, да, вот на этом, как бы, мы ставим сразу акцент, да, что это не чувство, да, а уже что-то больше, вот, и для наших органов чувств, как, некоторые думают, да, это все-таки некорректно, да, то есть люди, которые думают, что реальность это то, что для органов чувств, да, они постоянно как раз и попадают в просад, им дают какую-то красивую упаковку, да, и их вводят, соответственно, их вводят в какую-то иллюзию, да, то есть дают какой-то красивый фантик, какую-то картинку, красивую форму, да, то есть то, что мы видим в йоге, да, привлекательную, да, там, обнаженную, еще что-то, и они думают, что вот она реальность, да, вот она йога, да, на самом деле вот она иллюзия, а реальность это то, что мы воспринимаем, получается, да, а это получается, что это обман, да, то есть, мы знаем из-за панишат, что сознание, оно создает реальность, то есть реальность обладает то, что имеет смысл, вот, а как понять, что имеет смысл, что такое вообще смысл, да, и смысл, это как бы как энергия, да, которая пробуждает нас уже к осознанному действию, то есть если мы что-то услышали важное, да, и у нас, в нас это пробудило какое-то стремление изучать этот процесс, практиковать в данном случае, да, это и получить уже практический опыт, значит, мы уже соприкоснулись вот с этой вот реальностью. И доказательством того, что, зачем мы это делаем, да, будет результат. Я думаю, что каждый согласится, что мы занимаемся практикой только ради того, что у нас есть уже опыт, да, результат какой-то. Вот очень просто, да, то есть, ну, начинается, да, все с того, что мы услышали, да, какой-то некий смысл, что-то нас, может быть, вдохновило, нас включило, пробудилась какая-то энергия сознания, да, потому что эта энергия сознания дает творческий как раз акт, собственно, и есть союз, да, определение йоги. Он дает, делает из человека уже созидателя, делает его качество подобному уже высшему создастелю, да. Как мы можем понять, да, что это произошло? То есть, какие есть признаки? Ну, первое, да, в человеке включается разум, да, он начинает изучать глубже этот предмет, изучать какие-то детали, да, появляется разумный интерес, уже энтузиазм, то есть, у него отключается опция, которой пользуются иллюзионисты, да, иллюзионисты, опция слепой веры. Человек хочет уже отделять зерна от плевел, он хочет разобраться, да, где работает, а где не работает. Потому что, когда человек является фанатиком, да, он отчаянно защищает свои какие-то представления, свою веру, да, во что-то, ну, и становится таким, как замкнутым сектантом, да, который не хочет слушать какие-то другие понимания по этому вопросу. И это признак того, что у человека просто отключились мозги. Вот. С другой стороны, когда отключается сознание, да, тогда разум пробуждается. Человек хочет обсудить этот вопрос с разных точек зрения, да, в первую очередь, с носителями этого знания. Он хочет свое понимание уже, которое у него наработалось, да, свое, он хочет его обкатать, да, проверить уже на каких-то оппонентах, да, кто это не несет, переварить все это, да. Ну, соответственно, он идет в какие-то йог-шалы, да, школы, идет, ищет учителя себе, гуру, да, вот. И вот это вот у фанатиков нет, да, то есть почему, да, они не хотят общаться с носителями этого знания, да, они просто защищают какие-то свои представления, да, если у них есть какая-то информация, они могут с ней жить. То есть стоит вопрос не поиски истинные, да, а в рамках просто комфорта каких-то убеждений своих, в которых человек привык жить. Вот, потому что у него есть какая-то своя, свой круг общения, да, какая-то зона комфорта, но это ему не дает реальности, вот. И, собственно, энергия энтузиазма, вдохновения, она пробуждение, это пробуждение разума, да, и признаком этого пробуждения разума является желание уже разобраться, да, то есть понять, переварить, да, и, ну, как бы изменить, избавиться от своих каких-то сомнений. Это еще одна вещь. Когда человек получает, собственно, эти практически уже ключи, да, он изучает нюансы, которые ему надо делать, он каждый день начинает практиковать терпеливо, практиковать, да. То есть я здесь все время говорю, да, что, собственно, практикующий он, чем вообще человек, стоящий, практикующий, стоящий на ученической позиции, отличается от неученической, стоящей не на ученической позиции. То есть этот человек, он, в принципе, ему информации много не надо. То есть он, в принципе, катает одно и то же, да. То есть он разбирается со всем вот этим вот материалом, да, который он каждый день делает, да. В принципе, мы этим отличаемся, да, например, от людей, которые делают много-много каждый день что-то новое, да. У нас, в принципе, работа идет по факту с одним и тем же, вот. То есть, грубо говоря, есть один источник, да, информация, одна практика и, как бы, много, в принципе, не надо, да, потому что мы можем из этого выжить, ну, вообще максимум, вот, собственно, что и происходит. Вот. Ну и, как бы, дальше, что происходит, то есть, если мы берем, да, человека, который не стоит на ученической позиции, да, то, ну, если мы взяли такое понятие, как фанатик, да, то его, может быть, его, может быть, чем-то накачивают, да, там, то есть какой-то информацией, да, но чем мы отличаемся от таких людей, да, то, что мы получаем ежедневный опыт, да, то есть мы работаем с этим материалом. То есть у нас, ну, сработала одна вещь, да, там, появились какие-то новые понимания, да, там, пришла новая асана, да, то есть какой-то новый взгляд на реальность еще открылся, да, что-то произошло с моим качеством, да, какое-то кривое качество, которое у меня было, оно отвалилось, да, больше оно ко мне не литнет. То есть человек чувствует реальные изменения каждый день, и это его вдохновляет снова практиковать, и, в принципе, это называется садхана. Вот, это третий признак, да, того, что человек находится в осознанной позиции. То есть, если возьмите любого ученого, да, если у него есть какая-то технология, да, которую он обосновал с точки зрения разума, он хочет ее проверить, да, это нормально, то есть он хочет ее проверить экспериментально, ну, потому что если этого не будет, да, то наука просто не состоится, да, то есть нужно эксперимент. Вот, и когда вы проверяете, да, вы видите результаты, да, то есть когда научные деятели, они видят какое-то, что это дело, оно имеет дело, да, с реальностью, и может таким образом сообщить он об этом всем, да, и все, соответственно, принимают ему какие-то, ну, реализации, убеждения в этом вопросе, да. Не потому что он создал какую-то новую силословское течение, а потому что люди обнаруживают то, что он дает его понятие, да, оно технологично, оно работает. Вот и все, то есть этот процесс, как бы, в этот процесс сейчас верят все, да, то есть современный мир построен на этом, то есть сейчас йога, она уже по факту не может объединить мир, да, то есть мир, он объединен вот этими технологиями. То есть почему, ну, потому что их можно потрогать, да, то есть вот реально. Единственное, что, как бы, что можно дать, да, чтобы этим людям, чтобы они вылезли из этой, как бы, ямы, да, вот из этих нишагун материальной природы, это, собственно, йога, которые могут все делать, да, и, соответственно, объединять коллективы, объединять семьи, объединять вообще всю цивилизацию. Вот этого сейчас не хватает в принципе миру. Вот почему именно, собственно, йога, да, ну, здесь в самом корне уже заложено, что это связь, да, я думаю, все знают перевод, да, то есть йога – это связь. Соответственно, не то, что мы делаем, да, там, комьюнити, сатсанги, общение, мы просто этот метод, мы его начинаем распаковывать. Вот, соответственно, что это, ну, вопрос, что нам надо делать, да, какая-то практика, да, и для того, чтобы войти вот в эту уже сферу, да, практики, необходимо разобраться вообще с этой наукой, да, хотя бы на уровне теории, да. А это очевидно, что практики как бы без теории, ну, ее не может быть, да, потому что, ну, опять же, Потапки Джойс, да, он говорил, что все-таки один процент теории он должен быть. То есть мы должны взять эту науку, да, отделенную от этих вот религиозных каких-то взглядов, да, и применимая для любых, для любых вообще конфессий, да, то есть задача соединить, я возвращаюсь. То есть, собственно, что делает и Патанжеле, то есть если его взять букварь, да, то как бы он предлагает, да, говорит о том, что есть три онтологических категории. То есть первое, это надо просто принять, да, не для того, чтобы в нее поверить, а для того, чтобы сам процесс заработал. То есть нужно правильно услышать самоопределение, да, такое йога, понять и принять, да, что это понятие именно такое, да, а не какое-то, ну, которое я сам себе там придумал, вдумаю или как бы сам могу как-то все понять. Вот, тогда оно уже, если мы неправильно поймем, да, тогда оно не будет работать, да, и, соответственно, мы не получим тот результат того эффекта, который в целом как бы нам нужен. Вот, и первая вещь, да, с которой мы начинаем разбираться, это вообще мы задаем себе вопросы, да, что такое я, да, кто такое я, что такое мое, кто такое я, да, что такое мое, да. То есть надо усвоить одну простую вещь, что я, да, я не являюсь ни своей материальной, физической оболочкой, продолжение нашего вчерашнего беседы, который меня покрывает. Не, я не, я не, я не, я как бы нечто совершенно другое, да, по своей изначальной природе, опять же, вчерашняя тема, да, сад читанда. Вот, у меня совершенно другое свойство, да, я не являюсь своей психической оболочкой, то есть сад читананда, да, сад вечная, чит ползнания и ананда блаженной, да, как определение вообще живы. Вот, собственно, для чего это вообще нам нужно? То есть это нужно для того, чтобы научиться управлять своей как раз физической материей, да, и своей ментальной материей, то есть своим телом и своим умом. То есть если мы отделяемся, да, от этого всего, то у нас есть возможность. То есть если человек, ну, возможность как бы начать с этим работать, собственно, Патанжель об этом говорит. Если человек не принял это, да, что я отличаюсь от тела, да, и ума, он никогда не сможет управлять этими изменчивыми аспектами реальности природы, да. Он будет находиться под их контролем, да, а человек, который находится под контролем своего ума и тела, да, он не может совершать чисто юридический процесс, просто это невозможно. Вот, и это как аксиома, да, в любой науке есть некий постулат, основа, то есть в нашем случае ты не это тело, да, ты не этот ум, да. Йога Сукра Патанжели нам, она сразу говорит, да, что мы должны это увидеть, да, то есть это йога Читта, да, то есть когда колебание перестает нас волновать, да, то есть мы упокаиваем свой ум, тогда как бы наступает процесс йоги, да, то есть йога из, да, что это, вот. Ну, и Багавдита, она нам дополняет, да, она нам сразу начальная глава говорит, что ты не тело, да, ты душа, вот, то есть эти концепции, как бы с этих концепций, да, начинается уже действительно йога, да, то есть нам дают просто определение, да, чтобы мы сняли с себя каких-то физических ограничений, ну, и пошли как бы дальше, вот. Ну, я могу этот постулат преподнести логически, да, то есть, но ее все равно нужно будет принять, да, потому что с логикой человек может спорить, да, но это вещь, на которую нужно просто опереться, чтобы уже войти вот в этот процесс трансформации. То есть, ну, логически это выглядит очень просто, да, то есть я в течение жизни, да, человек, да, постоянно подвергается трансформации, да, то есть меняется его тело, меняется его представление, но в течение всей жизни он остается наблюдателем, да, который наблюдает все эти перемены. То есть, опять же, вчерашняя тема, да, две птички, да, то есть я наблюдаю, да, что когда-то я там был маленьким, это был какой-то, ну, был не какой-то, да, там, маленький, а это был я, вот. И тело у меня было совершенно другое, и разум, и ум, и представление о жизни тоже все было другое, да, сейчас у меня есть тело, да, определенные представления, но это не я, да, потому что пройдет еще 20 лет, и будет совсем другое тело и другие представления. Ну, из этого мы можем, соответственно, заключить, что мое истинное я, оно вечно, да, и никакого не имеет отношения к изменящимым субстанциям, с которыми мы себя отождествляем, да, то есть тело и уме. Вот, с этого начинается йога, йога, да, в Патанджале, да, об этом говорят, и в Бхагавдите. То есть мы отождествляем себя, как бы, у нас есть наблюдатель, да, который наблюдает за чем-то, да, за какими-то процессами, значит, наблюдаемое, оно изменчивое, а сам наблюдатель неизменчивый, да, иначе это теряет, ну, собственно, смысл здесь логический. Ну, и, соответственно, у Панишады они, как бы, да, говорят об этом, да, на примере двух птиц, то есть вы наблюдатель, да, вы неизменный, это вы были, это вы были, да, в прошлом, когда наблюдали, да, свое состояние. И вы сейчас, да, это то же самое, да, что сказать вечное или просто постоянное, да, вот, и в Катхау Панишаде впервые, да, там сравнивается тоже определение будхи, как разум, интеллект, да, и будхи, он изображается как возничий, да, он запряженный идти у лошадяне на плеснице. И в этой же такой известной аллегории, да, там, вожжи они олицетворяют манос, ум, а лошади пять чувств человека, да, а колесница – это тело, то есть прана – это как наша энергия, связывающая все живые существа. Вот, собственно, это, как бы, определение тоже йоги, да, то есть что такое йога, да, это устойчивый контроль как раз чувств. Вот, ну, опять же, еще одно из Мандуку Панишады, есть несколько предложений, да, размышлять. Там описано то, что джиньяна, только джиньяна, да, только знание, оно может нам даровать самореализацию. То есть дхиана, медитация, она способствует развитию собственных, каких-то способностей и концентрации. С помощью концентрации вы можете обладать уже джиньяной, знанием, то есть оставаясь в физическом теле. Это возможно. Брахман, он активизирует тело через пять жизненных потоков или пран. Вот, он достаивает нас милости, да, обнаруживая себя в этом теле, когда внутреннее сознание достигает необходимой для этого чистоты. То есть сознание, оно сравнивается с сырыми дровами, да, впитавшим благу в стоячей заводе чувств, желаний и обманутых надежд. И когда озеро вашего сердца, оно очистится от этого вязкого слоя тины, да, тогда атман, он воссияет, да, во всем своем первозданном великолепии. И тот, кто обрел знание атмана, он достоин почитания, ибо он истинно освобожденный. То есть он слился с брахманом, да, с тем, кого так ждал, да, и дал познать и открыть себе. Ну, собственно, в Уканишадах, да, там везде вот эти вот приводится все время образ двух птиц, да, сидящих на дереве. И первая птица есть это индивидуально в человеке, да, вторая что-то общее, да. Первая, она совершает поступки и пожинает их плоды. Вторая, она сидит спокойно, да, и смотрит за действиями вот этой первой. И когда первая обращает свой взор на вторую и осознает, что она не более, чем просто образ ее, она как раз и происходит в состоянии йоги, да. То есть она избавляется от страданий, соответственно, и боли. То есть когда ты, соответственно, в своей божественной натуре, да, когда нет разницы в величии, да, когда ты внутри такой же, как снаружи, когда делаешь все, ну, все для, как бы, создателя, да, в большом смысле этого слова, ты тогда можешь достичь уже последнее. Окей, а, в принципе, тут не важно, на каком языке сформулирована вообще эта мысль, да, важно сама мысль, а не тот язык, на котором вообще, ну, как бы, она сформулирована. Вот, это означает, что человек, он не осознает себя просто со своим умом, потому что когда он осознает себя со своим умом, он думает, что я ученый, да, там, мне не нравится этот язык, да, там, ну, мне не нравится этот язык, ну, и все другие там осознаетления с ним, да. Вот, ну, в принципе, у нас публика разная, да, юридическая, да, вот, поэтому, скорее всего, люди слушают разных, как бы, уровней практик, да, там, разных философских конфессий, вот, то есть, в принципе, постоянство, вечность – это, как бы, одно и то же, да, то есть, суть одна. То есть, мы говорим о том, как аксиома, да, что я не тело, да, а на уровне, на уровне чувств, да, потому что чувство его может меняться, да, то есть, ну, сегодня, например, да, вы что-то чувствуете, а завтра вы не чувствуете, вот, вы чувствуете, что у вас сегодня, может быть, что-то болит, да, потом опять вы чувствуете, что что-то не болит уже, вот. А мы сейчас говорим о некоторой какой-то позиции, такой осознанной позиции, потому что, если этой позиции нет, то человек не может просто управлять вот этой изменчивостью своей. То есть, если он сам находится в категории изменчивости, но изменчивость, она не может управлять изменчивостью. То есть, да, я переживаю, у меня что-то происходит, но я просто не ведусь со своими переживаниями. Вот в чем разница. То есть, человек, который обусловлен своей психикой, своим телом, он переживает, но при этом он находится еще и под контролем своего переживания. А человек, который свободен, да, в таком уже проработанном, хорошем духовном смысле, как сознание, да, он осознает свое переживание. То есть, в принципе, вот эта разница и есть. Вот. И на примере, да, когда человек там уже гневается, да, он знает, да, с ним происходит. Он это может отслеживать. И знает, как эту энергию грамотно распорядить. Иначе она просто обратится в гнев против него самого. Вот. Эта энергия, она как бы отличается от меня. Он может ее воспринимать, как, может быть, некий инструмент, да, который необходим для какого-то творения. То есть, ну, если мы берем энергия неба, да, она нам дана для того, чтобы устранить какое-то препятствие на пути к прогрессу, да, а не для того, чтобы эту энергию кого-то уничтожить, да, там, к примеру, близкого человека или какие-то отношения. И самое интересное заключается в том, что наша осознанность, это как бы, она программирует наше лучшее уже воплощение. То есть, наше более насыщенное, более счастливое и более экзистенциональное воплощение. В принципе, в этом и заключается суть осознанности, да. То есть, мы даем себе уже новую, закладываем себе новую карму. То есть, осознанность, она программирует наше тело, а это, в принципе, и есть юридический процесс, да, который мы обсуждаем с самого начала. Ну, и как бы, Кричномачарий, да, он об этом и говорит, что йога – это осознанность. Вот, то есть, первая из трех составляющих, да, я не тело. Да, я не этот «у», да, а я наблюдатель. Вот, начинаем с этого. Ну, я не только наблюдатель, да, что я отличен от этих вещей, означает, что я могу на них как-то еще и влиять. То есть, я являюсь причиной, да, которая создает следствие. Это самая вторая онкологическая как раз составляющая, да, которая является уже природа. Так, значит, первое, еще раз, это наше сознание, да, оно неизменное, оно активное, сознание, которое способно осознавать природу и влиять на природу. Второе – это категория, да, с которой надо забраться, чтобы войти уже за пределы вот этого, ну, как бы, шагу, да, то, что есть природа, да, или вот эта вот изменчивая субстанция, которая обладает физическим аспектом, психическим аспектом, да, разумным аспектом, да. То есть, мы воспринимаем природу как мир, да, в принципе, это все взаимосвязано. Природа – это как связь со всем, да, поэтому моя психика, мое тело, моя семья, моя какая-то община, мое вообще, ну, в большом смысле государство, там, не знаю, планета Земля, активистом, да, которого я являюсь, да, это вообще цивилизация, в которой я нахожусь, вся вселенная, да, в которой я нахожусь, это разные, в принципе, аспекты одного и того же. Вот, и действуют эти слои, как бы, они под одним и тем же законом, что самое интересное, да, то есть природа – это, по сути, взаимосвязь и отношения, а сознание, оно занимается тем, что оно изучает эту природу. И изучив эту природу, да, поняв, разобравшись, как она влияет на эту природу, мы можем ее изменять. Вот, природа, она не может изменять сама себя, это зависит уже от сознания. Вот, она нуждается в сознании для того, чтобы происходили какие-то процессы в природе, то есть она зависит от сознания. А эти сознания, они не должны зависеть от природы, это и есть осознанность. Осознанное состояние, оно зависит от того, что у меня происходит с телом, мы, как бы, разбираемся, да, что у нас происходит с телом, что у меня происходит с телом, вот, так вот, здесь происходит еще одна такая трагическая подмена, да, что когда человек слышит, что мое сознание, оно не зависит от природы, то есть он, как бы, абстрагируется от него, вот, то есть от природы, да, он перестает обращать на нее внимание, начинает ее игнорировать, вот, и это говорит о том, что он подменил осознанность, как бы, некая противоположность, то есть находясь вот это вот, находясь в таком состоянии, как бы, инфантильности, то есть в природном таком состоянии, да, который не хочет нанести никакую ответственность за свое природное состояние. И вместо того, чтобы проникать туда сознанием, разбираться вот в этих вот связях, да, с том, что происходит, он просто отмораживается, да, и, соответственно, тем самым усугубляет уже процесс. Вот, и когда это происходит, да, природа, как бы, она начинает стучаться, опять же, к нашей осознанности, ну, это проявляется в том, что у нас возникают уже какие-то серьезные отношения, да, в сфере, ну, вообще, отношений, да, у нас возникают какие-то проблемы, да, то есть на уровне каких-то заболеваний, ну, физических заболеваний, да, какие-то хронические, да, ну, мы просто можем, да, воспринимать природу как болезнь, да, то есть если человек болен, да, то он начинает еще дальше отгораживаться от своего вот этого болезненного состояния, и таким образом эта петля хроники, она еще глубже затягивается. Это вот такая замкнутая система. Вот, изначально, как бы, зачем нам, зачем, если мы взяли понятие боли, да, зачем оно приходит? Она приходит, чтобы просто привлечь человека, ну, к себе, да, к своему сознанию, а человек, по факту, ну, из современной культуры, да, через обезболивание, которое, опять же, ну, человек употребляет таблетки, да, там, еще какие-то препараты, то есть он употребляет, да, то он таким образом еще больше, наоборот, углубляет этот процесс. То есть человек, в принципе, нынешняя цивилизация, она приличает к тому, чтобы он болел больше, да, не для того, чтобы он своим сознанием творил, да, свое здоровье, так как говорится, да, что мы сам, сами можем себя влечить, вот, но здесь происходит другой, да, процесс. Если мы посмотрим внимательно, да, то мы увидим, что, ну, на этом, в принципе, и процветает вся фармацевтическая сфера, да, то есть, ну, по факту, на этом построено много, да, чего, то есть человеку, как бы, дают определенные рецепты, да, там, пилюли, вот, не направляя его внимание на внутреннюю работу, как бы, что делает йога, да, его сущность, вот, ну, как бы, вот такой процесс, вот, вот, но тут, наверное, уже возникает вопрос, как бы, самой практики, да, но пока мы не разобрались, да, с самим методом, да, то пока о практике, да, оно все-таки говорить, наверное, будет бессмысленно, потому что, ну, будут просто ошибки, да, поэтому надо разбираться именно, ну, вообще, куда идти, да, что такое йога, чтобы просто, ну, не ломать бровь, ну, и, соответственно, не будет того результата, как бы, о чем вообще говорит Патанджали, да, Багавдита, вот, и, соответственно, выникает вопрос, да, в чем вообще отстраненность отличается от подавления эмоций, вот, ну, опять же, наш процесс, как бы, он, наша практика, в ней все заложено, да, то есть вы просто наблюдаете за своим дыханием, вы наблюдаете за изменением в теле, в своем сознании, но вы не подавляете, все принимаете, отпускаете, расслабляете, просто наблюдаете, вот, и, собственно, в Патанджале он об этом и говорит, да, что он течет туда, где нет давления, потому что если вы терпите, да, вы не проговариваете какие-то вещи важные для вас, вы зажимаетесь на уровне физики, вы не продышаете, то оно все равно где-то вылезет, да, то есть вопрос просто во времени, то есть это может быть вылезти, ну, в виде стресса, да, там, ну, в итоге какая-то болезнь, да, это один из вариантов подавления эмоций, да, то есть когда человек, к примеру, ну, он вопрос еще, что такое возникает, да, можно ли влиять своей осознанностью уже на окружающих нас людей, да, ну, это происходит тогда, когда человек уже действительно находится в какой-то такой вот осознанной позиции, да, он через природу, а это взаимоотношения, да, между ними, да, он может эти отношения каким-то образом срежать, да, то есть или эмоционально, да, так может выразить какую-то свою мысль, ну, то есть и это может произвести какое-то впечатление, да, на другого человека, ну, и, соответственно, его может вернуть в какой-то как осознанной собственной позиции, то есть иначе говоря, да, мы с помощью своего сознания можем заряжать природу вот таким образом, да, то есть эта природа, она может помочь нам включить, опять же, осознанность, вот, но это как бы индивидуальный выбор, да, человек сам решает, потому что, ну, как бы сознание, оно, мы уже поняли, что оно не зависит от природы, вот это еще раз на этом акцент, да, то есть можно просто пособствовать этому, да, но решение все равно как бы остается уже за человеком, да, то есть, опять же, как переживать эту эмоцию гнева, да, например, обиду, вот, поэтому, ну, ответ такой, да, что пока вы не уверены вот в этом своем юридическом процессе, да, где мы отделяем, да, зерна от клея, да, то есть любые ответы, они могут быть просто какими-то сентиментами, вот, поэтому, если давать какие-то ответы, да, они просто будут какой-то некой ликтурой, да, а нам нужна, ну, не только теория, да, но и практика, вот, поэтому, чтобы я подытожил, что признак, да, по которому можно понять, что произошло, ну, вообще вот эта вот связь, да, йога, это припосновение, сознание, оно пробудилось, включилось, нам нужно, собственно, три, как бы, пункта, да, то есть первое, это, ну, без этого процесса не будет, да, это ощущение какое-то вдохновение, энтузиазма, да, то есть пробуждение разума, да, когда человек хочет прояснить с другими эти свои реализации, ну, в отличие от человека, который просто защищает свои какие-то представления, убеждения, да, следующее, здесь нужна, как бы, и стабильная практика, да, и стабильный процесс, которому человек следует ежедневно, да, и следующее, это нужна определенная категория вот этих вот антологических понятий, которых мы упоминали раньше, да, а их три, да, а кто я такой, да, что я не это тело, я не этот разум, я не этот ум, я тот, кто нуждает, я могу влиять на происходящее, ну, и тот, кто несет ответственность за эту природу, да, вот, и то, что я сейчас сказал, да, это всего лишь будет первая половина пути йоги, да, а параллельно, собственно, идут какие-то практические вещи, да, которые всем доступны, да, ну, в авторитетных йогах, школах, школах, да, йога-школах, да, в том числе и в Массори, куда мы ездим, да, об этом, собственно, проговариваются. На этом у меня информацией все, если у вас какие-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них, а если нет, тогда мы закончим. Окей, тогда сегодня все, всем связи с природой, хороших выходных, и напоминаю, да, что у нас программа, Массор-программа, она не заканчивается, да, она только начинается с понедельника. Пять дней Массор-программы с 6.30 до 10. Суббота – это лэп-класс с 7 часов до 8.30 на английском языке. В этом чанкинг-класс и сатсанга, конференция, общение со студентами. И в заключении, да, я хотел сказать, что у нас намечается в августе достаточно большой ретрит, да, месячный. Я вас всех не уважаю на него. Четыре заезда, четыре недели. Вы можете выбрать любую неделю, да, либо две, либо три, либо на месяц, как предполагается в Массоре. И мы будем, где в каждой неделе будет по два занятия теоретических и стабильная практика, да, как у нас в Шале. То есть это пять дней Массора и один день Рэд-класс. Это будет все происходить в горах, в Дагестане, в Сибидор-на-горы, с экологическим питанием, да, там будет очень здоровая такая еда, да, там молоко, фермерские все. Вот, поэтому я вас всех приглашаю туда, удовольствую вас, встречу, накормлю, будем вместе практиковать. Вот, этот эфир вы можете увидеть в записи, я его за этим выложу. Вот, на этом мы прощаемся с вами, до новых встреч, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok